КОМУ НЕ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ВО ДВОРЕ БЫЛО ЗЕЛЕНО Ограничили в заезде. Постоянно шумят и вынуждают прогуливаться в другом месте. Такие неудобства сейчас терпят жители ряда дворов в областном центре. Но это все временно. Рабочие стараются как могут, чтобы привести в порядок придомовую территорию. Вместо разбитой дороги появится новое твердое покрытие, расширится парковка. Тротуары станут безопасными, а детская площадка современной. Приехали, когда был весь двор разбитый, весь асфальт разбитый. Фактически детские игровые площадки тоже пришли уже в негодность. Это все демонтировалось. Расширились проезды, будут расширены. Также будут новые детские площадки, зоны отдыха, сушки для белья. Все будет для людей. Работы во дворах на Поповича и Чехова начались с 1 мая. Бригады распределили между собой объект по участкам. Каждый отвечает за процесс в своей точке. Таким образом, трудягам удается обновлять площадку вовремя. На сегодня уже готово щебеночное основание для тротуара. На подходе подушка для проезжей части в процессе изготовления прогулочной зоны. Местные жители, хоть и недовольные разрухой во дворе, верят в лучшее. Знают, что рабочие постараются и сделают все на высшем уровне. Раньше здесь были большие ямы. Невозможно было проехать. Детской площадки почти не было. Сейчас ее ставят новую, собрались. Так что очень довольны. То, что было раньше, пройти невозможно было. Ухабины и пожилым людям очень трудно. Вот у меня плохо с глазами и вообще не видела, куда иду. Такие, сейчас хорошо, сейчас будет прекрасно. Я надеюсь, что будет прекрасно. И зелень будет, и дорожки будут. Кстати, зеленые насаждения во дворе рабочие не тронули. Более того, высадят еще больше деревьев и кустарников. Окончание работ запланировано в начале августа, но строители стараются сдать объект раньше. И с учетом организации трудового дня это вполне возможно. Начальник участка надеется, что все может закончиться в середине июля. А вот во дворе на перекрестке проспектов Победы и Мира бригады трудятся только месяц. О досрочном прекращении работ пока не думают. Главное – выполнить план. Вот детская площадка один, детская площадка два. Вот огромные площадки, которые пока не сделали. Их на завтра будет сделано. Спортивная площадка, спортивный корт с закрытыми заборами. Будет футбольный и баскетбольный там шит. Будем разные кусты. Дерево тут около 55-60. Только дерево будем сажать около 1000 кустов. По просьбе жильцов рабочие также сохранили большинство деревьев и изюминку двора. Небольшой холм в центре. Следуя плану, придется избавиться от парковки близ сквера таможенников. Зато расширится проезжая часть, а вместе с ней компенсируются потерянные места. Я думаю, что жильцы довольны. В данный момент никакие жалобы здесь не поступают. Пока уже ставили тротуары там сделали, бортовой камень, дорогу, щебенка. Уже жильцы довольны. И уже понятно, что будет в их дворе. Уже детские площадки тоже делали. Раньше здесь ничего не было. Сейчас во дворе ведется работа по бетонированию площадки. С помощью двух автомобилей, шланга и специального человека с пультом управления будущее твердое покрытие с легкостью попадает в нужное место. Следующая задача – быстро его разровнять. Для этого одни работают лопатами, а другие – специальным приспособлением. Ремонтные работы, начатые летом во дворах Южно-Сахалинска, должны завершиться в августе. В районах перед бригадами поставлены более поздние сроки. Так, в Корсакове подрядчику предстоит сдать объект в октябре. Местность здесь необычная, на холме. Зато технике работать удобно. И лишняя вода уходит естественным образом. Пока в процессе производства лишь подъездные пути и парковочная зона. Позже появится то, чего так ждут местные жители. Внутри двора организуется детская площадка, асфальтное покрытие. С зеленым цветом указаны газоны, фонари освещения в количестве четырех штук и асфальтное покрытие. Контейнеры под мусор, мусорная площадка. Также брусчатка внутри двора. А зеленение здесь не показано. Ну, также пустяки и насаждение зеленое. Ну, все. Все красиво. Пока самым зеленым местом, если говорить о том, что было сделано руками человека, остается главная площадь портового города. Несколько лет назад здесь провели капитальный ремонт. Заменили брусчатку, установили скамейки, урны, малые архитектурные формы, отреставрировали и лича. В летний сезон за клумбами следят специалисты. Убирают завядшие растения, высаживают новые. Подвозят свежую землю. Это место сегодня является главным для встреч. Но совсем скоро у него может появиться конкурент. Корсаковский парк зелен от природы. Но здесь все равно необходимо благоустройство. Весной установили детскую площадку, разнообразили лес кормушками для местных обитателей, птиц и белок. Летом приступили к строительству спортивного объекта. Парк-то только начинает преображаться, потому что только начато строительство спортивного объекта и также территория спорта – это благоустройство территории парка. У нас будет находиться скейт-площадка, спортивная зона, детская зона, покрытие, озеленение. Все это выполнят до ноября этого года. Наталья Куприна в ходе рабочей поездки в Корсаков также отметила – парк меняется. В ближайшее время она встретится с подрядчиком и обсудит этапы преображения этого места. Здесь появится освещение, брусчатка, современные лавочки и еще больше зеленых насаждений. А вот другим объектам благоустройства у министра жилищно-коммунального хозяйства больше вопросов. Например, к тем, которые сейчас находятся в стадии производства. Так на одной из территорий ведется замена инженерных сетей. Грязь и мусор выходят за пределы стройки. Были замечания к строительной площадке, как к ограждению, так и отсутствие мойки. Видно, что выводится грязь с этой строительной площадки, что недопустимо. Поэтому дано замечание, чтобы это было устранено, чтобы потом была сделана проверка, что действительно подрядная организация эти замечания устранила. И больше вывоза грязи на проезжую часть, за которую убирает город. И мы с вами платим деньги, чтобы это было исключено. В Аниве министра тоже ждут со дня на день. Но в администрацию уверены, замечаний к их рабочим процессам не будет. Главная гордость этого года – сквер имени танкиста Ивана Закомолдина. Его построили еще 50 лет назад, а осенью прошлого года впервые реконструировали. В новом проекте территории появилась дренажная система, освещение, лавочки, детская площадка и зеленые насаждения. Сегодня ведутся работы по обустройству парковочного кармана. Он появится на месте старых ржавых труб. Парковка появится. Вот здесь рядом проходила теплотрасса. Мы ее уже демонтировали, подготавливаем сейчас место. Значит, будет произведена работа по укладке теплотрассы подземной, канальной. А потом на ее месте будет сделана парковка для автомашин, на один из автомашин. А она здесь, как говорят местные, прям просится. Рядом пешеходная зона. Ставить авто больше некуда. Сейчас стоящий на обочине транспорт мешает проезду и проходу. Ко 2 сентября все работы по благоустройству будут завершены. На сегодняшний день львиная доля работы на данном сквере выполнена. Есть сегодня, безусловно, надо признать, строительные недоделки, которые подрядчик в рамках гарантийных сроков обязуется выполнить до 30 июня, где необходимо переложить плитку. Также на сегодняшний день мы не высадили еще цветники, то есть цветы, бархатцы и так далее. Мы планируем также эти работы выполнить. Ну и торжественно открыть сквер вообще мы планируем 3 сентября. Что касается благоустройства во дворах, здесь процесс тоже кипит, правда в сочетании с капитальным ремонтом. Прежде чем заасфальтировать очередную площадку, высадить цветы и устроить детскую зону, здесь необходимо заменить старые коммуникации, чтобы потом копать не пришлось. Наша организация ведет работы по капитальному ремонту инженерных сетей, жилых домов, расположенных по улице Первомайская и Кирова в городе Анива. В нашей задаче является замена инженерных сетей на новые. Это теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение. Если не подведет погода, все работы на данном участке завершат в августе. А вот облагораживать территорию рабочим предстоит только в следующем году. В другом районе города капремонт также идет по плану, но красоту после раскопок будут наводить в начале этой осени. На данном объекте, конечно, контракт заключен, подрядная организация после замены сетей водоснабжения приступит к асфальтированию и тротуарному. На территории нашего городского округа порядка 95 дворовых территорий. Из них нуждаются в замене 24 дворовые территории. Сейчас у нас разработано 7 проектных документаций по благоустройству данных дворовых территорий, в том числе включающих в замену инженерных сетей. Капитальный ремонт на территории области проводится в рамках регионального проекта формирования комфортной городской среды. На преображение двух сотен придомовых пространств в островной казне в этом году предусмотрено почти полтора миллиона рублей. Еще почти полмиллиона, в том числе 81, из федерального бюджета выделили на улучшение скверов, парков, аллей и площадей. Всего в этом году преобразятся 25 общественных мест в Бахе, Углегорске, Тымовском, Долинске, Корсакове и на Курильских островах. Субтитры создавал DimaTorzok